Глава десятая После Лэнча Йен вкатил в комнату инвалидное кресло. Как и все в этом доме, оно было роскошным, с собственным ходом, толстыми шинами и ярко-шелковой обивкой. У Йена был гордый, почти властный вид, словно кресло было какой-то новой игрушкой, приложением к которой являлся я. С нежностью маленькой девочки, укладывающей в колясочку любимую куклу, он поднял меня с кровати и посадил в кресло. Потом достал из шкафа зеленый плед, в который меня тщательно укутал. Он еще довольно долго вертелся возле меня, разглаживая и поправляя пижамную куртку. Наконец сделал шаг назад, глядя на меня широкой улыбкой, открывающей красивые здоровые зубы. Потом прокатил кресло вокруг комнаты и расхохотался. В кровати я был забавен, а в кресле на колесиках попросту неописуемо смешон. Я подумал, не спросить ли у него о пахнущем лавандой платке и о том, не забрал ли он его у меня. Однако я передумал, потому что такой вопрос был рискованным. Я уже не говорю о том, какого труда стоило бы мне объяснить ему это на пальцах. Наконец он остановил кресло. Теперь я старался сам управлять креслом единственной здоровой рукой. И хотя у меня это получалось довольно легко, Йен неожиданно закричал. «Найн». Он ухватился своей огромной ручищей за ручку сзади и остановил кресло. Лицо у него потемнело. Да, у меня было кресло на колесиках, но Йен, судя по всему, не собирался предоставлять мне возможность пользоваться даже такой ограниченной свободой, какую давало это устройство. Продолжая хмуриться, он вытолкнул кресло из комнаты в широкий солнечный коридор. Это был мой первый взгляд на дом, являющийся якобы моей собственностью. Йен выкатил кресло из коридора в салон, который был одной из красивейших комнат, какие мне приходилось видеть. Одна стена была стеклянная и открывала широкую перспективу гор с глубоким, пересекающим их ущельем. Я не думал, что дом стоит так высоко и одновременно так далеко от цивилизации. Из салона мы въехали в просторную, заполненную по самый потолок книгами библиотеку. В углу стоял столик. На нем пишущая машинка, рядом телефон. Сознание того, что существует хотя бы такое средство сообщения с внешним миром, добавило мне бодрости. Из библиотеки балконная дверь вела на террасу, полную красивейших цветов. Йен как раз толкал кресло в ту сторону, когда в библиотеку вошла миссис Фрэнд и приблизилась ко мне со своей обычной чарующей улыбкой. — Мой дорогой мальчик, как приятно видеть тебя здесь! — сказала она. — Ну как? Тебе нравится твой дом? Замечательный, правда? — Но такой изолированный от мира! — ответил я. — У нас есть какие-нибудь соседи? — К сожалению, нет! — рассмеялась миссис Фрэнд. — В окрестностях нескольких миль нет ни одной живой души. Раньше недалеко отсюда жил старый фермер, который выращивал авокадо в этом маленьком каньоне за домом. Но отец купил у него всю ферму, потому что не переносил соседей. Такие у него были наполеоновские вкусы. Он любил жить высоко, владеть всем тем, что охватывало его взгляд. Она похлопала меня по руке. Вся компания собралась у бассейна. Может, хочешь, чтобы Йен отвез тебя туда? Немножко развлечешься? — Весьма охотно, — ответил я. — Счастливая молодежь, — вздохнула миссис Фрэнд. — А у вашей матери нет ни минутки отдыха. Мне нужно возвращаться на кухню, чтобы организовать обед. С этими словами она ушла. Йен выкатил кресло через балконную дверь на выложенную разноцветной кафельной плиткой террасу, а оттуда на травянистую дорожку, вьющуюся среди цветущих кустов гибискуса, олеандра и мимозы. С этого места не открывался никакой вид, поэтому одновременно исчезло чувство уединения, а осталась только ароматная, почти душная близость цветов и кустарника. Изгиб дорожки неожиданно вывел нас к краю длинного бассейна с широким цементным бортиком. Такой бассейн мог только присниться. Со всех сторон его окружали эвкалипты, он буквально утопал в более низкой живой изгороде из карликовых апельсиновых деревьев. Запах кремово-белых цветов был почти удушающим, а спелые апельсины висели, как огненные шары, резко контрастируя с темно-зелеными листьями и зарослями. Вода в бассейне была прозрачной, и в ней отражалось сапфировое небо. На широком бортике бассейна лежали разноцветные мягкие матрацы. На дном растянулась селена в белом купальнике, а возле нее лежал Нейт Крофт. У молодого врача, очевидно, не было срочных визитов, потому что он был в белых купальных трусиках. С муглокожей он выглядел так же экзотически и непривычно, как и в твидовом костюме. Он лежал так близко к селене, что его обнаженное плечо почти касалось ее тела. Марни тоже была здесь. В коротеньком сарафанчике из желтой материи она сидела на краю бассейна, опустив длинные загорелые ноги в воду. Увидев меня, все трое вскочили с мест и подбежали ко мне, смеясь и комментируя мое кресло. Когда я услышал из уст вселены, что на те рассчитали, мне показалось, что это уже конец. Однако теперь возможность передвигаться в кресле, хотя и такая ограниченная, снова пробудила во мне надежду. Поэтому я смеялся и обменивался шутками с остальной компанией, чувствуя удовольствие от того, что моя внешняя безопасность провела их. Придвинул меня к самому бортику бассейна, и Йен, очевидно, посчитал, что на этом его обязанность закончилась. Широкой улыбкой он стащил с себя голубую спортивную рубашку и, лениво потягиваясь, сел на бортик бассейна. Он действительно был сложен, как молодой бог. Разглядывая его, я заметил, что Марни тоже наблюдает за ним. Она наполовину опустила веки, а глаза скрыла за изогнутыми ресницами. Но меня удивляло выражение ее молодого лица. Какое-то интенсивно сосредоточенное, почти озабоченное. Йен нырнул в воду. Через секунду из голубого зеркала показалась его голова. Он смеялся, откидывая назад мокрые волосы. Теперь они были значительно темнее, цвета морского песка. Марни заметила, что я наблюдаю за ней. На ее лицо быстро вернулась обычная циничная улыбка. «Вот перед тобой образец абсистента, Горди», — сказала она. «Ян не пьет, не курит. Тебе следует брать с него пример». Йен играл огромным мячом. Он подбрасывал его вверх и ловил, потом бросал в воду и нырял за ним, как цирковой морской лев. Селена стояла возле меня, рассеянно опираясь рукой на мое плечо. Внезапно она прыгнула в воду и поплыла к Йену. В воде она чувствовала себя так же свободно и хорошо, как этот гигант. Подплыв к Йену, она схватила мяч и, смеясь своим низким хрипловатым смехом, начала удирать с ним. Йен поплыл за Селеной и схватил ее за ногу. Мяч выскользнул из ее мокрых рук и подпрыгнул на воде, как огромный пурпурный цветок. Но Йен и Селена не обращали внимания на мяч. Они барахтались и переворачивались в воде, не переставая смеяться. Видны были их переплетенные, сильно загорелые тела, когда Селена, полушутя, старалась вырваться из его объятий. Она была без купальной шапочки, и волосы, облепившие голову, подчеркивали прекрасную форму ее черепа. Казалось, она вот-вот удерет от Йена. Когда он снова бросился за ней. Когда его сильные атлетические руки оплели ее талию, передо мной на миг промелькнул ее профиль. Глаза у нее блестели, а губы полуоткрылись в какое-то полное возбуждение улыбки. Внезапно я почувствовал сильную боль в плече. Я посмотрел вверх и понял, что это Нейд сжимает меня так конвульсивно, что у него побелели ногти. Я взглянул на его лицо. Он совершенно не давал себе отчета в том, что делает. Губы у него побледнели, а в глазах устремленных на эти два переплетенных бронзовых тела таилось бешенство. Я уже успел достаточно узнать о моих врагах, однако этот факт был для меня полной неожиданностью. Теперь мне уже не требовалось размышлять над тем, почему молодой врач ставит на карту всю свою карьеру, присоединяясь к заговору против меня. Мужчина, так резко реагирующий на контакт Вселенной с другим мужчиной, способен сделать ради нее все, даже совершить преступление, если в этом возникнет необходимость. Преступление. Это слово заставило меня вздрогнуть. Эта внешне невинная забава в бассейне явно вызывала напряженность. Она передалась даже мне. Совершенно неожиданно Нейт прыгнул в воду, а вслед за ним и Марни. Оба бросились на Селену и Йена, и тут же все очарование исчезло. Все четверо фыркали и плескались водой, чувствовалась явная разрядка. Четверо веселых молодых людей, играющих мячом в воде. Они явно забыли обо мне. Пользуясь этим, я очень осторожно начал откатывать кресло от бассейна. До сих пор за мной без устали наблюдали, и я ничего не мог планировать заранее, мог только использовать каждый самый незначительный удобный случай. Мне удалось въехать под самую перголу. Никто этого еще не заметил. Как можно быстрее я покатил кресло по заросшей травой дорожке, оттуда на террасу и в библиотеку. Я собирался найти таинственную старушку. Она ведь должна быть в просторном роскошном доме, способном укрыть по меньшей мере дюжину старушек. Дверь, ведущая из библиотеки в коридор, была приоткрыта. Я двинулся в этом направлении. Толстые резиновые шины полностью заглушали шум колес, катящихся по пушистому зеленоватому ковру. Подъехав уже почти к самой двери, я увидел удаляющуюся фигуру миссис Фрэнд. Я знал, что поскольку она находится в доме, все мои поиски напрасны. Отказавшись от этой мысли, я развернул кресло и покатился в сторону камина. Над камином висели четыре фотографии в одинаковых рамках. На первой была изображена Селена, на второй Марни, на третьей — миссис Фрэнд, а на четвертой — солидный светловолосый мужчина с воинственно подкрученными усами, вероятно, Гордон Рентон Фрэнд второй. Я внимательно смотрел на фотографию человека, умершего 29 дней тому назад, который якобы был моим отцом. С фотографией на меня глядело очень строгое лицо. Я прекрасно понимал, как совсем по-другому должен был выглядеть этот дом под его руководством. Неожиданно я почувствовал к нему большую симпатию. Что, собственно, связывало нас друг с другом? Завтра приедет мистер Моффет, перед которым я должен продекламировать Оду Аврория. Имеет ли это какую-то таинственную связь с умершим мистером Фрэндом? И какую именно? Или с его жизнью? Или, возможно, скорее, с его смертью? Все мои сомнения, временно усыпленные информацией, что доктор Крофт не лечил старого мистера Френда во время его последней болезни, ожили с новой силой. А может быть, все-таки Фрэнды убили отца и так опутали старого доктора Лелланда, что он подписал свидетельство о смерти? И теперь они боятся, что все это станет явным. Конечно, у меня не было ни одной конкретной причины, чтобы делать такие предположения, кроме информации из других рук, полученной от Нетти. Однако, как иначе можно объяснить эту игру и упорное внушение мне, что я Горди Фрэнд? И кроме того, где настоящий Горди Фрэнд? Неужели он все еще продолжает свою пьяную эскападу? А может, его где-то прячут до того момента, когда я отвечу за убийство? Мысль о настоящем Горди Фрэнде навела меня на то, что я должен был его заменить с самого начала, а именно, что среди семейных фотографий Фрэндов отсутствует фотография Гордона Рентона Френда Третьего. Но ведь должна же она быть, это не подлежало сомнению. Нельзя ведь забывать единственного сына. Внимательнее присмотревшись к стене, я заметил по обе стороны от фотографий Селены и Марни маленькие отверстия от гвоздиков и более темные прямоугольники, не выгоревшие на солнце краски. Да, несомненно, здесь должно было висеть пять фотографий, а портреты Марни и Селены перевесили так, чтобы сохранить симметрию. Меня не удивило, что семейство Фрэндов убрало фотографию Горди. Теперь, когда мне уже позволили свободно передвигаться в кресле по всему дому, они не могли рисковать и оставлять ее на старом месте. С чувством легкого воодушевления я понял, что моя внешняя покорность судьбе и притворная вера в то, что они говорят, могут принести мне большую пользу. Веря, что я не буду за ними шпионить, они, вероятнее всего, не потрудились уничтожить фотографию Горди. Может быть, даже не спрятали ее далеко. Возможно, просто положили в ящик. Я огляделся по комнате. Почти все стены сверху донизу занимали полки с книгами. Фотографию могли засунуть за любую из книг. Однако вначале я решил заглянуть в маленький столик, на котором стояли пишущая машинка и телефон. В первом ящике я обнаружил только какие-то щита и бумаги. Но когда выдвинул второй, на меня посмотрела фотография, которую я искал. Она была в такой же рамке, как и четыре остальных, висящих над камином. Сильно возбужденный, я взял ее в руку и внимательно рассмотрел. Она изображала молодого человека со светлыми, коротко подстриженными волосами, слабой улыбкой и темными, иронично глядящими глазами, напоминающими глаза Марни. Рамки и глаз мне вполне хватило вместо подписи. У меня уже не оставалось ни малейших сомнений. Я держал в руке фотографию Горди Френда. Глава одиннадцатая Первой моей мыслью было то, что у меня в руке непровержимое доказательство. Это не моя фотография. Через секунду в моей голове снова загудели пропеллеры негромчика Маринова писка, принося сомнения. Откуда я могу знать, что выгляжу не так, как на этой фотографии? Вместе с потерей памяти стерлось воспоминание о собственной внешности. А с той минуты, как я пришел в сознание, у меня не было удобного случая посмотреть на себя в зеркало. Во всей спальне не было ни одного зеркала. А может, я выгляжу именно так, как этот молодой человек на фотографии? И что тогда? Хватит ли этого, чтобы я действительно стал Горди Френдом? На противоположной стене висело длинное зеркало в красивой раме. Я быстро направил с кресла в эту сторону. Несколько секунд я испытывал самое странное чувство в жизни. Я подъезжал к зеркалу, не имея ни малейшего понятия, что в нем увижу. Я остановил кресло. Перед тем, как посмотреть на себя, я еще раз очень внимательно изучил фотографию, запоминая все малейшие детали этого лица. А потом поднял взгляд. Этот критический момент принес мне новую неуверенность и разочарование. Глядящий на меня из зеркала человек, в общем-то, имел черты, похожие на человека с фотографии. Насколько я мог ориентироваться, учитывая бинты, мои волосы были такого же русого цвета. Может, я выглядел на несколько лет старше, чем он, был увереннее в себе и решительнее. Я почти был уверен, что на фотографии изображен не я, и все же вынужден был бесстрастно признать, что между нами имеется сходство, достаточное, чтобы заранить сомнение мне в душу. На какое-то время я совершенно забыл о фотографии, поглощенной изучением собственного лица. Оно мне нравилось и казалось каким-то знакомым. Я не очень хорошо помнил его, но знал, что лицо мне не чужое. «Питер», — неожиданно сказал я сам себе. Отражение в зеркале каким-то странным образом усилило мою реакцию на это имя. «Ирис», — попытался продолжить я. «Моряк», «Сан-Диего», «Пропеллеры». Я провожал кого-то в аэропорт. В углу зеркала мелькнуло что-то белое. Я перенес взгляд с моего собственного лица на это белое пятно и увидел Вселену. Она перешагнула через порог комнаты и неуверенно остановилась в дверях. На ней был купальный костюм, мокрые волосы облепили голову. Она не догадывалась, что я вижу ее в зеркале. Она смотрела прямо на меня, и на ее лице было очень бдительное выражение. Я сунул фотографию молодого человека под зеленый плед, которым были укутаны мои ноги. «Горди, любимый!» — воскликнула Селена. Я повернул кресло, словно только сейчас заметил ее присутствие. Она улыбнулась мне своей теплой, успокаивающей улыбкой. Предыдущее беспокойство и бдительность скрылись где-то под маской. Она подошла ко мне и поцеловала в губы. Губы у нее были холодные и влажные от воды. «Мы беспокоились о тебе, любимый!» — сказала она. «Ты так неожиданно исчез! Мы уж думали, что-то случилось!» «Но что ты здесь делаешь, скажи, ради бога!» «Смотрю на себя в зеркало. Я ведь впервые вижу свое лицо!» Селена громко рассмеялась. «Такое лицо разглядывают с гордостью, правда?» «Ну, оно совершенно рядовое!» — сказал я. Потом показал на висящей над камином фотографии и спросил. «Этот пожилой мужчина с седыми усами, наверное, отец?» «Конечно!» Рука Селены начала легко, нежно поглаживать мою шею. «Ты не помнишь его?» Я покачал головой. Рука Селены передвинулась вперед и вверх, нежно пощекотала мне подбородок, потом губы. Она ждала, чтобы я поцеловал ей руку и забыл обо всем. Однако теперь я был уже осторожнее. Я уже не представлял из себя такой легковерной жертвы, как раньше. «Селена!» — сказал я. «Почему здесь нет моей фотографии?» Ее рука тем временем передвинулась под бинты и начала гладить мне волосы над олбом. «Неужели ты не помнишь, любимый? Ты не переносил фотоаппараты, никогда не разрешал фотографировать себя?» Мне следовало предположить, что на это у нее будет готов ответ. Она присела на подлокотник кресла, при этом очевидно почувствовала рамку, потому что посмотрела на меня, сунула руку под плед и вытащила фотографию. С минуту смотрела на нее слегка прищуренными глазами, потом рассмеялась, поцеловала меня в ухо и шепнула. «Любимый, что ты собираешься сделать с этой ужасной фотографией?» Я не сумел скрыть замешательство с такой же беззаботностью, как она. Возможно, я колебался слишком долго перед тем, как ответить. Я только что нашел ее и не имел понятия, как я выгляжу. Я ведь уже говорил тебе. Подъехал к зеркалу, чтобы проверить, моя ли это фотография. Мои слова, понятно, не объяснили ни того, почему я так старательно прятал фотографию под пледом, ни того, каким образом я только что нашел предмет, спрятанный в ящике. Однако пока что ничего лучше мне в голову не приходило. Через секунду я равнодушно добавил. «Это, наверное, моя фотография. Мне трудно увидеть что-то из-под этих бинтов». Она снова рассмеялась. «Ах, Горди, не будь ребенком. Конечно, это не ты. Я еще раз тебе повторяю, что ты никогда не разрешал себя фотографировать. Это твой кузен Бенжи. Помнишь его? Такой шумный парнишка, хотя в Ельском университете его очень любили. Он получал награды за работы в области метеорологии. Теперь он занимается метеорологическими исследованиями в Китае». По тону ее голоса я понял, что мне не удалось провести ее, и в душе злился на себя. Теперь она знала, что моя доверчивость была притворной и показной. Знала, что, несмотря на горячие протесты с моей стороны, мои подозрения настолько сильны, что я тайно прокрался в библиотеку и рылся в ящиках в поисках фотографии. Я утратил и без того ничтожное преимущество. Теперь они будут со мной вдвойне осторожны. Селена небрежно бросила фотографию на козетку и заявила, что пришла, чтобы отвезти меня обратно к бассейну. Я сказал, что в саду очень жарко для меня, и пока что я предпочел бы остаться в доме. Я не надеялся, что эта отговорка удовлетворит ее, однако, тем не менее, она не протестовала. Очевидно, она была уверена, что впредь ничего подобного мне совершить не удастся. Она только улыбнулась, поцеловала меня и сказала, «Появляйся как можно скорее, любимый, нам очень не хватает тебя», после чего оставила меня одного. Я не хотел ехать с ней в сад не потому, что у меня имелся какой-то конкретный план, что делать дальше. Я просто был так угнетен всем этим, что не смог бы притворяться веселым при всей компании. Пахнущий лавандой платочек, потом Нэти, а теперь это фотография, одно за другим. С изумительной ловкостью Френды накрывали козырями все мои тузы. Теперь у меня не оставалось ничего, абсолютно ничего, чтобы я мог противопоставить угрожающей опасности. Внезапно зазвонил телефон. Я быстро, прежде чем звонок могла услышать миссис Френд или кто-нибудь другой в глубине дома, подъехал к столику и взял трубку. Кровь пульсировала у меня в висках. Я не составил никакого определенного плана и чувствовал лишь то, что любой контакт с внешним миром является для меня очень важным. Однако на этот раз я был осторожнее. Меня научило этому последнее поражение, нанесенное мне селеной. Я сказал равнодушным, лишенным всякой индивидуальности голосом. «Алло, квартира мистера Френда». В трубке раздался мужской голос. Это был голос пожилого человека, говорящего невыразительно и тихо. «Могу я поговорить с миссис Френд? Я имею в виду старшую миссис Френд». «Миссис Френд в саду у бассейна», — соврал я. «Может быть, передать ей что-нибудь?» Мужчина кашлянул. «Я...» «Позвольте спросить, с кем я говорю». «Будь осторожен», — подумал я. «Это коммердинер». И для уверенности добавил. «Новый коммердинер». «Ах да». Мой собеседник колебался. «Ну хорошо. Прошу вас передать кое-что, миссис Френд. Это говорит Петер Бридж, адвокат покойного мистера Френда. Прошу сказать, миссис Френд, что я приеду завтра после обеда вместе с мистером Моффетом, как мы и договаривались. Возможно, у нее уже изменились планы». «Слушаюсь, мистер Петер Бридж. Благодарю вас. А... Как чувствует себя ее сын? Мне бы хотелось, воспользовавшись случаем, узнать, как его здоровье. Какая ужасная автомобильная катастрофа. Надеюсь, завтра он уже будет чувствовать себя сносно». «Да, молодой мистер Френд чувствует себя в основном неплохо», — ответил я, продолжая играть роль коммердинера. «Однако спросить о чем-либо я не отважился, я только сказал. «Значит, это назначено на завтра?» «Да, на завтра». Мистер Петер Бридж издал какой-то странный звук, который можно было бы назвать кашлем. «Завтра должно состояться это испытание», — закончил он. «Испытание». «Это все, сэр?» — спросил я. «Да, вроде бы все. Передайте миссис Френд, чтобы она сообщила мне, если у нее имеются какие-то возражения или если произойдут какие-то изменения. Однако ничего подобного я не предвижу». Что-то щелкнуло в трубке, и мой контакт с мистером Петер Бриджем, адвокатом покойного мистера Френда, прервался. Я несколько секунд сидел неподвижно, глядя на трубку. Психически, так же, как и физически, я все еще был инвалидом. Я не мог владеть собой, и этот разговор, такой непонятный и одновременно полный намеков на какие-то планы, которые должны были воплотиться в жизнь, привел меня в состояние невероятного возбуждения. Завтра должно состояться испытание. Значит, время теперь играло решающую роль. У меня оставалось всего лишь несколько часов до того, как... до того, как что-то произойдет. Чувство, что я попался в ловушку, стало почти невыносимым. Я чувствовал себя, как муха, приклеившаяся к клейкой ленте. Я сидел и смотрел на телефон, и тут вдруг мне в голову пришла одна сумасшедшая мысль. Нетти действительно ушла, но она оставила кое-что после себя. Другими словами, она сказала мне, что Эмма, прежняя кухарка, служит сейчас у какого-то семейства Кертисов на Темпл-Драйв. Я снял трубку и сказал телефонистке. Я бы хотел соединиться с семейством Кертис на Темпл-Драйв, но я не знаю номера их телефона. Ожидание показалось мне вечностью. Наконец, телефонистка сообщила мне номер. Георгис Кертис, 1177, Темпл-Драйв. — Да. Номер телефона. Лона, 3, 1410. Хотите, чтобы я вас соединила? — Да, пожалуйста. Я услышал на противоположном конце линии тихий зумер. Я не имел понятия, как мне удастся уговорить Эмму прийти в дом френдов. Я также не знал, каким образом, даже если она и придет, мне удастся незаметно провести ее ко мне в комнату и использовать ее информацию для разоблачения заговора. Ведь Эмма утверждала, что мистера Френда убили. Я должен каким-то образом вытянуть из нее, что навело ее на эту мысль. Когда я ждал соединения, мне показалось, что вся комната у меня за спиной кишит моими невидимыми врагами. Наконец, зумер прекратился и в трубке раздался чей-то голос. — Алло, это квартира Керкисов? — Да. — Попросите, пожалуйста, к телефону кухарку. — Кухарку? — Ну, конечно, пожалуйста, подождите минутку. Наступило новое полное напряжение пауза. Потом я услышал другой женский голос, хрипловатый и как будто несмелый. — Алло, кто это говорит? — Это Эмма. — Кто? Кто вам нужен? — Это Эмма, та, которая работала раньше у семейства френдов. — Эмма? — Да. — А, вы, наверное, говорите о кухарке, такой пожилой, седой. — Да, да, — торопливо повторил я. Снова пауза, потом тот же голос. — Эммы здесь нет, она уволилась пару недель назад. Сейчас здесь работаю я. Я почувствовал, как у меня внезапно сжалось сердце. — А вы случайно не знаете, каким образом я мог бы связаться с ней? — С Эммой. Эмма заболела. Вы ведь знаете, что Эмма очень стара. Она уже вообще не работает. — Но, может быть, вы знаете, где ее можно найти? — Я знаю только, что она поехала к дочери. — Погодите, погодите. Куда же она поехала? — Вайоминг, Висконсин, в один из этих штатов. И все-таки. На противоположном концу прервали разговор. Я медленно опустил трубку на вилки. — Ты звонил кому-то, Горди? Я оглянулся. На пороге стояла Марни. Она прислонилась к дверному косяку. В ее красных губах торчала сигарета. Ее молодые любопытные глаза, не отрываясь, смотрели на меня. Меня захлестнула волна сомнения. Даже на один единственный краткий миг я не в состоянии уйти от бдительности френдов. Однако я попытался, улыбнувся Марни. — Кто-то звонил матери, и я взял трубку, только и всего, — сказал я. — Какой-то мистер Петербридж. Я не имел понятия, много ли она подслушала из моего безнадежного разговора с преемницей Эммы. В любом случае по ней это не было видно. Она подошла ко мне и положила руки мне на плечи. Обычное выражение цинизма и иронии внезапно исчезло с ее лица. Она стала просто молоденькой, испуганной девушкой. Странным ломающимся голосом она выдавила из себя. — Разве это не страшно? — Что страшно? Ее губы дрожали. — Ты такой милый, хороший человек. Я уже больше не могу на это смотреть. — На что, Марни? — На то, что они с тобой вытворяют. Селена, мать, Нейт, все вместе. Это дьяволы воплоти, это воплощение сатаны. Она опустилась на поручень кресла. Обвела руками мою шею и прижалась лицом к моей щеке. Начала говорить прерывающимся голосом. — Я не выношу их. Я всегда их не выносила. Они такие же подлые, как отец, а может, даже еще хуже. Она целовала меня в щеки, в веки, в губы с какой-то дикой страстью. Они способны на все, на все, и они никого не пощадят. Я был застегнут врасплох. Неужели это какой-то новый дьявольский коварный ход этой семейки? А может быть, я каким-то невероятным образом заполучил союзника в ту минуту, когда уже потерял всякую надежду. Я обнял ее и прижал к себе так, что почувствовал ее юную грудь. Она всхлипывала все сильнее и сильнее. Я поцеловал ее волосы. Она вздрогнула и крепче прижалась ко мне. — Скажи мне, — прошептал я. — Скажи мне, Марни, деточка, любимая, что они со мной делают. Я не могу, не могу, нет. Она вырвалась из моих объятий, посмотрела на меня с залитым слезами лицом. Я не могу, не могу. Она прижала ладонь к губам, заглушая громкое рыдание, и выбежала из комнаты. Глава двенадцатая Я выкатил свое инвалидное кресло на террасу. — Марни! — позвал я. — Марни, вернись! Однако Марни словно не слышала моего крика. Она быстро побежала по заросшей травой дорожке, ведущей к бассейну. Через несколько секунд она вообще скрылась из глаз. — Дьяволы! Это слово непрерывно звучало у меня в ушах. — Мать, Селена, Нейт, все они дьяволы воплоти, — сказала Марни. Марни, которая тоже участвует в заговоре и знает, какие намерения у них по отношению ко мне. — Привет, любимый! Ты совсем один? Я оглянулся. Миссис Френд вышла из библиотеки и приближалась ко мне. Ее дородная красота расцвела, как сад в разгаре лета. В одной руке она держала небольшую корзинку, в другой — большие садовые ножницы. Кого она напоминает мне в эту минуту? — Одну из парок. Может, ту, которая перерезает нить жизни? — Я так рада, что вижу тебя, любимый. Я была уверена, что ты вместе со всеми возле бассейна. — Давай, пойдем в патио. Там значительно прохладнее, больше тени. Толкая мое кресло по террасе, она не умолкала ни на секунду. Мои нервы были напряжены до предела. Для меня была невыносимой мысль, что эта женщина сзади, которую я не вижу, может в любую минуту воткнуть ножницы мне в спину. — Мы на месте, любимый. Согласись, что здесь чудесно, правда? Мы находились в небольшом патио. Вдоль стен стояли горшочки с красными розами. В тени нависающих ветвей перечного дерева была расставлена белая и зеленая садовая мебель. Миссис Френд направила мое кресло к одному из стульев, на который села. Из корзиночки она достала пряжу и спицы. Ее белые руки начали двигаться с быстротой молнии. Самым поразительным для меня было то, что все, что делала миссис Френд, было пронизано каким-то покоем и материнской лаской. — Ну, любимый, — сказала она, поднимая улыбающееся лицо под вязанием. — Как мы себя чувствуем в кресле? Ты не слишком устал? События, происшедшие в течение последнего получаса, совершенно изнурили меня. Я был убежден, что самый опасный участник заговора — это миссис Френд. Если бы мне только удалось ее сломать, весь заговор рухнул бы. Но как? Она была так прекрасно уверена в себе, а я не располагал ничем, кроме мистера Петербриджа. Я сказал как можно спокойнее. Звонил мистер Петербридж. — О, в самом деле, любимый. — Да, адвокат отца. — Да, Горди, я ведь знаю. И чего же желал уважаемый мистер Петербридж? Он просил передать тебе, что приедет завтра после обеда вместе с мистером Моффетом, как и договаривались, если, конечно, у тебя не изменились планы. — Это замечательно! — улыбнулась она. — Мне не понадобится ему звонить. Ее невозмутимое и полное добродушие спокойствие совершенно вывело меня из равновесия. — А зачем, собственно, придет сюда мистер Петербридж? — спросил я. — На собрание, Горди, — ласково ответила она. — У нас ведь завтра собрание Лиги Чистоты Аврора, а тебе известно, что мистер Петербридж тоже ее член. Отец очень настаивал на этом, а ведь отец был весьма выгодным клиентом. — Значит, завтра здесь должно состояться пленарное заседание Лиги? — спросил я. — Поначалу я понял, что должен явиться только мистер Моффет. — О, нет, любимый, конечно, вся Лига! Миссис Фрэнд закончила один моток шерсти и принялась искать в корзинке другой. — Очевидно, я не сказала тебе этого достаточно ясно. Должно состояться торжественное богослужение в честь памяти отца, на котором, естественно, председательствовать будет мистер Моффет. Возможно, я не совсем верно назвала это богослужением, так как Лига не является религиозной организацией. Это будет просто что-то вроде торжественного события. Да, именно так бы я это назвала. — Мистер Петербридж назвал это испытанием, — сказал я. — Так оно и есть, любимый, потерпи и сам убедишься. Мы все должны стараться быть ужасно-ужасно хорошими. Никакого алкоголя, никаких сигарет. Нельзя оставить на виду даже ни одной пепельницы. Все одеты в черное, никакого грима. И как можно более набожное, святое выражение лица. Вот посмотри, любимый, что-то в этом роде. Она отложила в сторону вязание и напустила на лицо выражение мрачного благочестия. — Надеюсь, — сказала она, — что тебе удастся настроиться на соответствующий лад, любимый. Тебе еще нужно сегодня немного потренироваться. Лучше всего, если ты будешь думать при этом о чем-нибудь очень гадко пахнущем, например, о дохлой мыши. Я всегда так делаю. Она глубоко вздохнула. — Но я торжественно клянусь тебе, что это будет уже в последний раз. Послезавтра мы навсегда бросим эту лигу чистоты. Дитя мое, если бы ты знал, сколько я из-за нее натерпелась. Знаешь, ее члены — плохие люди. Впрочем, ты сам в этом убедишься, когда увидишь их. — Отвратительные лицемеры. Вся их жизнь — это один большой возмутительный скандал. Я вспоминаю времена в Сейнт-Поле, когда я отдала бы полжизни за то, чтобы иметь возможность приподнять юбку выше колен и станцевать кан-кан во время одной из высокопарных проповедей мистера Геббера. — Естественно, я никогда на это не отважилась, — с грустью закончила она. — Я всегда очень боялась твоего любимого отца. Я не мог отрицать, что миссис Френд очаровательна. Я заметил, что она становится особенно очаровательной тогда, когда старается отвлечь меня от какой-то опасной темы. Однако я упрямо вернулся к единственному интересующему меня вопросу и спросил. — Отчего, собственно, вы ожидаете завтра от меня? — От тебя, любимый. Небольшая рыжая бабочка села на белую грудь в миссис Френд. Она прогнала ее спокойным движением руки. — От тебя, Горди. — Ничего, кроме того, чтобы ты прилично выглядел, был вежливым и старался притворяться, что все это тебе абсолютно не скучно. Только и всего. — Ну и можешь продекламировать Оду Авроре. — Ты уже выучил ее всю наизусть. Она искосо посмотрела на меня. — Более или менее, но еще не полностью. — В этом все мы поможем тебе сегодня вечером. Мистера Моффета это очень порадует, потому что, видишь ли, любимый, тебя всегда считали паршивой овцой в нашей семье. Ему доставит невыразимую радость, когда он убедится, как сильно ты изменился к лучшему. Она положила вязание на колени. — Знаешь, ни в чем никогда нельзя быть уверенным заранее. А может быть, именно это собрание вернет тебе память? — Конечно, Горди, ты никогда не видел мистера Моффета и не принимал участия в калифорнийских собраниях Лиги. Но ты столько раз участвовал в таких вещах в Сент-Поле, что не исключено, что это заденет какую-то струну в твоей памяти. — Постоянно держаться на чеку и помнить, что нельзя принимать за чистую монету все, что они говорят, а также выуживать крупицы правды по тону голоса, жестам, требовало от меня невероятных усилий. Так, значит, Горди паршивая овца в семье, человек с фатальной репутацией. Если мистера Френда действительно убили, и этот факт станет явным, то, совершенно очевидно, подозрение упадет на Горди. Однако мистер Моффет и мистер Петербридж никогда его не видели. Следовательно, Горди — единственный член семьи, за которого можно выдать кого-нибудь без боязни, что обман будет раскрыт. — Да, у Френдов были большие шансы осуществить свой смелый план, в котором я их подозревал, если, конечно, они вообще отважатся на такое безумие. И Бог свидетель, что отваги им не занимать. Дьяволы воплоти. Но об этом ли думала Марни, когда так их характеризовала? — Слащавость и доброта миссис Френд действовали на меня, как мягкая пуховая подушка, которую положили мне на лицо, чтобы меня задушить. Я почувствовал непреодолимое желание врваться на свободу. Наверняка ничего хуже в жизни не могло со мной случиться. — Ты хочешь задеть в моей памяти какую-то струну, мама? — намеренно провоцировал я ее. — Хочешь, чтобы ко мне полностью вернулась память? — О, Горди, почему ты разговариваешь со мной таким неприятным тоном? — сказала она, откладывая в сторону вязание и морща лоб. — Любимый, неужели ты все еще не можешь избавиться от своих глупых подозрений в отношении нас? Я сразу так подумала, когда Селена рассказала мне о фотографии вашего кузена Бенжи, которую ты раскопал в каком-то ящике. — Ага, значит, Селена уже сообщила об этом. Нужно признать, они были прекрасно организованы. — Кузена Бенжи? — наивно спросил я. — А, ты имеешь в виду того, который учился в Гарварде, а потом стал ботаником в Индии. Он ведь сейчас в Индии, правда? Так мне, по крайней мере, кажется. — Миссис Фрэнд продолжала спокойно вязать на спицах. — Да, любимый. Я не верил собственным ушам. Наконец-то я ее на чем-то поймал. Глядя ей прямо в лицо, я сказал. — Жаль, что вы не согласовали как-то эту историю с Селеной. — Корди, что ты несешь? — Дело в том, что Селена говорила мне, будто бы этот кузен Бенжи закончил Ельский университет, занимался метеорологией и в настоящее время находится в Китае. Ей следовало предупредить тебя, мама, чтобы ты не ошиблась в таких деталях. Но это в конце концов естественно. Вряд ли четыре человека могут так подробно знать каждую версию. — Послушай, любимый, — сказала миссис Фрэнд, снова откладывая вязание и напуская на лицо выражение легкой обиды. — Что ты, собственно, имеешь в виду под словом «версия»? Что же касается того, является ли твой кузен метеорологом в Китае или ботаником в Индии, то признаюсь тебе честно, что я не имею об этом ни малейшего понятия. — Это ваш кузен со стороны отца, а я никогда в жизни не видела его воплоти. Очевидно, Селене известно о нем больше, чем мне. — Очень сомневаюсь, — сказал я. — Ты вообще лжешь несравненно лучше Селены. Например, взять это вранье о старушке, которая навестила меня ночью. Ты наверняка придумала бы что-нибудь более ловкое. Невзирая на то, какие последствия могут иметь мои слова, я почувствовал огромное облегчение, выбросив из себя все, что думал об этом. Миссис Фрэнд смотрела на меня с изумлением, в котором, однако, я не мог найти даже тени замешательства или беспокойства. — Старушка, любимый, не пытайся делать вид, будто тебе об этом ничего не известно. Селена специально разбудила тебя сегодня ночью, чтобы сказать об этом. — Горди, умоляю тебя, скажи мне честно и открыто, что ты имеешь в виду, а не то чувствую, я сойду с ума. — Наверняка тебе не повредит, если я приведу несколько непровержимых фактов. Пусть Селене не кажется, что меня удастся обмануть, даже если у меня украли этот платочек, пахнущий лавандой. — Нетти мне все рассказала. По крайней мере, это мне удалось из нее вытянуть до того, как вы успели от нее избавиться. — Горди, неужели ты хочешь инсинуировать, что я уволила Нетти, потому что... — Я не хочу инсинуировать. С меня уже довольно инсинуаций. Я хочу только сказать, что с самого начала вся ваша четверка — Селена, Марни, доктор Крофт и ты — кормите меня ложью. Я прекрасно даю себе отчет в этом и не позволю продолжать меня обманывать. — Любимый, слава Богу! — миссис Фрэнс схватила меня за руку и крепко жала ее. — Наконец ты со мной искренен. Ты не имеешь понятия, как я тебе благодарна. Уточни, что именно ты считаешь ложью с нашей стороны. — Не знаю. Я сам уже ничего не знаю. — Я не хотел упоминать о моих подозрениях относительно смерти мистера Френда, поскольку это было слишком опасно. Вы меня обманывали, когда речь шла об этой старой женщине. На лице миссис Фрэнд появилась улыбка, полная терпеливого понимания. — Если бы я знала, что ты имеешь в виду, говоря о старушке, то, возможно, мне удалось бы объяснить тебе это. Я говорю о той старой женщине, которая пришла ко мне в комнату ночью. Я уже овладел собой и не стал упоминать о том, что старушка упрямо утверждала, что я не гордий Фрэнд. — Селена сказала мне, что эта старушка — всего лишь плод моего воображения. Я внимательно вглядывался в лицо миссис Фрэнд. — Сейчас она сломается, — подумал я. Однако миссис Фрэнд никогда не была так далека от того, чтобы сломаться, как сейчас. — Селена говорила тебе, что в нашем доме нет никакой старой женщины, — повторила она. — Это очень странно, любимый. Конечно, в нашем доме живет старая женщина. Я ожидал всего, что угодно, но только не того, что услышал. — Почему же в таком случае Селена меня обманула? — Я совершенно не могу себе это объяснить, любимый. Голос миссис Фрэнд звучал успокаивающе. — Конечно, мне неизвестны подробности вашего разговора. Ты ведь еще немножко болен. Весьма вероятно, что это ночное происшествие вывело тебя из равновесия и заставило нервничать. А Селена полагала, что ты будешь лучше спать и успокоишься, если она тебе скажет, что тебе это только приснилось. — Ты не можешь требовать от меня, чтобы я тебе объяснила, чем руководствовалась Селена и какие умственные процессы происходили в ее пустой голове. Иногда мне кажется, что Селена вообще не думает. И снова миссис Фрэнд удалось оставить меня с носом. Я только спросил слабым голосом. — Ну и кто же эта старушка? — Твоя бабушка, любимый. Эта бедняжка — моя мать. Она живет с нами с тех пор, как мы поселились в Калифорнии. Она уже очень старенькая и немощная, но в любом случае нельзя отрицать, что она существует, и она ни в коем случае не является сонным видением. — А мог бы... Мог бы я увидеть ее? — Увидеть ее? — Лицо миссис Фрэнд озарило улыбка глубокой благодарности. — Любимый, ты в самом деле хотел бы этого. Мама всегда очень любила тебя, а ты, опасаясь, не слишком заботился о ней, сынок. Ты не поверишь, как она будет счастлива, если ты ее навестишь, даже если этот визит будет коротким. Это было типично для миссис Фрэнд. Я опускал в нее стрелу, а она перехватывала ее в воздухе и принималась ею восхищаться, словно это был цветок. Однако на этот раз она немного перестаралась. Она считала, что поступает очень дипломатично, позволяя, чтобы я нанес визит ее матери. Однако ни она, ни остальные не догадывались, что старушка решительно заявила, что я не горгий Фрэнд. Если мне хотя бы немножко повезет, мне, возможно, удастся превратить этот последний фортель миссис Фрэнд в грозный бумеранг. «Так, может, мы сейчас навестим бабушку?» — спросил я. «Прекрасно!» Миссис Фрэнд положила вязание обратно в корзиночку, встала и нежно поцеловала меня в щеку. «Горди, ты в самом деле очень милый мальчик!» Встав у меня за спиной, она покатила кресло обратно в сторону дома. «И именно по этой причине ты испытывал подозрение, любимый?» «Да!» — солгал я. Мы двигались по широкому солнечному коридору, ведущему в совершенно неизвестное мне крыло дома. Наконец мы остановились перед какой-то закрытой дверью. Миссис Фрэнд тихонько постучала, и на ее губах расцвела улыбка искреннего удовольствия. «Мама! Мамочка! Можно?» Мои пальцы, судорожно впившиеся в поручни кресла, дрожали от возбуждения. «Мамочка, любимая!» — вторично позвала миссис Фрэнд. «Это ты, Марта?» — спросил из-за двери старческий, чуть скрипучий голос. «Да, мамочка, это я. К тебе можно на минуточку?» «Входи, входи!» Миссис Фрэнд открыла дверь и втолкнула мое кресло через порог в красивую лавандово-серую комнату. В кресле у окна сидела, укутавшись в плед, какая-то дама солидного возраста и смотрела в сад. Когда миссис Фрэнд подкатила кресло ближе к окну, старушка даже не взглянула на нас. Я четко видел ее профиль. Внимательно всматривался в морщинистое пергаментное лицо, большие глаза, утопающие в глубоких глазницах. Нет, сомнений не было. Моя бабушка, сидящая в кресле у окна, наверняка была той самой старушкой, которая стояла этой ночью у моей кровати. «Дорогая мамочка», — сказала миссис Фрэнд, — «посмотри только, какой сюрприз я тебе приготовила». «Что еще за сюрприз?» «Э?» Старушка с трудом повернулась в кресле и посмотрела прямо мне в глаза. Вот он, критический момент. Старушка посмотрела на кресло на колесиках, а потом на меня. Постепенно морщинки, окружающие ее рот, растянулись в полное восхищение улыбке. «Горди!» — сказала она и протянула ко мне исхудавшие руки. Ее утолщенные в суставах пальцы делали какие-то жадные движения в воздухе, словно она не могла дождаться той минуты, когда обнимет меня. «Горди!» — воскликнула она. «Это мой Горди, мой любимый маленький Горди, пришел навестить свою старую бабушку». Миссис Фрэнд подкатила мое кресло поближе. Худые пальцы передвинулись вверх по моей руке. Сухие губы нежно прикоснулись к моей щеке. Мне внезапно показалось, что я слышу прерывающиеся от рыдания голос Марни. «Нет, я уже не могу смотреть на то, что они вытворяют с тобой. Это дьяволы воплоти. Это воплощение сатаны». Глава тринадцатая Миссис Фрэнд руководила этим коротким визитом уверенной и решительной рукой опытного режиссера. Она затрагивала незначительные безопасные темы, одаряя старую даму и меня чарующими улыбками. Наконец, спустя несколько минут, она снова подвергла меня еще одному, на сей раз прощальному, поцелую моей бабушке и выкатила мое кресло в коридор. Когда мы снова оказались в солнечном коридоре, она сказала со слепительной улыбкой. «Ну как, мой мальчик? Не такая она уж и страшная». Меня подмывало ответить. «Она нет, это ты страшная». Но, конечно, я этого не сказал. Со своим дьявольским талантом к интригам Миссис Фрэнд удалось перетащить мать на их сторону. Я оказался в ловушке, и никакой резкий искренний ответ ничего бы не изменил. Утверждая, что солнце очень полезно для меня, она выкатила кресло на террасу. Потом предложила отвезти меня к бассейну, но в эту минуту на дорожке показались Селена, Нейт и Марни в купальных костюмах. Они окружили мое кресло, молодые, красивые, дружелюбные. Внимательно всего я приглядывался к Марни. У меня здесь не было никого, возможно, кроме нее. Однако на лице Марни не осталось даже тени недавнего взрыва. Она была так же неискренна, как остальные. «Селена, ты знаешь, что мы только что были у бабушки?» В голосе Миссис Фрэнд чувствовался легкий упрек. «Ради Бога! Скажи, почему тебе пришло в голову внушать Горди, что она не существует?» Селена вовсе не смутилась. Она только непринужденно рассмеялась и сказала. «Действительно, это было идиотизмом с моей стороны». «Почему же ты это сделала?» «Ах, просто потому, что я спала, мама. Я вообще не очень-то понимала, что ему нужно. Горди был испуган. Мне казалось, что это лучший способ его успокоить. И только позднее я сообразила, что Горди подозревает нас. Тогда я подумала, что если он поймет, что это неправда, то будет еще хуже. Поэтому я на всякий случай попросила Марни, чтобы она подтвердила это». Она ласково погладила руку Марни. «Правда, Марни, так оно и было?» Марни в ответ только пожала плечами. Селена устремила свои лучистые глаза на Нейта. «Я рассказала обо всем этом и Нейту, и он, как врач, сказал, что я поступила правильно. Но разве это было не так, Нейт?» «Да, именно так», — уверенным голосом ответил Нейт. «Селена, дорогое дитя», — вздохнула миссис Фрэнд. «У меня такое впечатление, что порох тебе не изобрести. Попроси прощения у Горди». «Прости меня, любимый», — сказала Селена, целуя меня в лоб. «В следующий раз, когда какая-то старушка захочет с тобой переспать, я подробно расскажу тебе всю ее биографию». Они все глубже погрязали в своем обмане. Это напомнило мне японских дипломатов во время последней войны, заверение которых в дружбе сопровождал гул их бомбардировщиков. Неужели они действительно полагали, что усыпили мои подозрения? «Ну?» — миссис Фрэнд чарующе улыбнулась. «Значит, все чудесным образом объяснилось, правда, Горди?» После чего она дала дальнейшие инструкции. «Селена, Нейт и Марни должны переодеться. Меня же передали в руки Йена, который отвез меня в спальню и, что было совершенно излишнее, выкупал». Когда его ладони мыли и массировали меня, в моей голове начали формулироваться новые мысли. Я не верил, миссис Фрэнд, что мистер Петербридж приезжает сюда завтра исключительно в роли члена Лиги Чистоты Аврора. Еще не понимая всю их политику, я с уверенностью знал, что они ждут от меня завтра чего-то совершенно конкретного, и что это имеет какое-то отношение к стихотворению мистера Фрэнда. Возможно, мне удастся воспользоваться этим стихотворением для контратаки. Йен извлек меня из ванны и принялся крепко вытирать. Я спросил его совершенно неожиданно. «Йен, почему мистер Фрэнд тебя уволил?» Рука Йена, в которой он держал пушистое зеленое банное полотенце, замерла на моем животе. Он смотрел на меня голубыми, словно ничего не понимающими глазами. «Тебя», — показал я на него пальцем, — «почему мистер Фрэнд сказал тебе, «Йен, убирайся?» Казалось, он впервые понял, о чем идет речь. Он просиял и начал кивать головой так энергично, что прядь светлых волос упала ему на лоб. «Почему», — повторил я, — «почему мистер Фрэнд сказал тебе, «Йен, убирайся? Понимаешь, почему?» Йен рассмеялся низким веселым смехом, который указывал на то, что причина увольнения кажется ему очень смешной. Он все еще смеялся, когда одевал меня и, наконец, перенес в кресло. Когда Йен вкатил меня в большой салон, как раз подавали коктейли. Вся семья и доктор Крофт удобно разместились в креслах поблизости от балконной двери. Они смеялись и болтали. Типичное раскованное семейное настроение. «Согласие доктора Крофта миссис Фрэнд позволило мне выпить один коктейль, ввиду особого случая, как она выразилась. Ведь завтра нас ждет мрачный день, поэтому нужно компенсировать его сегодня». Эта компенсация переместилась затем в столовую, где к обеду подали отличное шампанское и где прислуживала какая-то новая горничная, приемница Нетти. «Мы все должны были чувствовать себя очень-очень свободно. Однако никому это не удавалось, а я совершенно открыто сидел с угрюмым видом. Марни была молчалива, и вид у нее был какой-то отсутствующий. Юмор Селены, Нейта и даже самой миссис Фрэнд был слишком резким для того, чтобы быть искренним. Они позволяли себе шуточки в адрес Лиги Чистоты, соревновались в идеях, как бы заставить согрешить здесь мистера Моффета. Явно ощущалась напряженность. Неужели дело приближалось к кульминации? Во время обеда никто ни разу не упомянул о стихотворении, однако я чувствовал, что все о нем думают. Это их принужденная свобода являлась частью обдуманного заранее пролога к моменту, когда кто-нибудь из них как бы мимоходом скажет, что было бы забавно послушать сейчас оду Авроре. Когда мы уже сидели в маленьком салоне и пили кофе, наблюдая прекрасную панораму неба и гор, Селена встала со стула и, подойдя ко мне, присела на подлокотник кресла. Это была очень неудобная поза. Заставить Селену принять ее мог только прилив нежности или желание создать впечатление такого прилива нежности. Я полагал, что это скорее второе, и оказался прав. Она почти сразу положила ладонь мне на плечо, соблазнительно улыбнулась и загнусавила. В тавернах, где молодежь любовно изгибается. В самом деле, ведь это божественно. Целый день я повторяю это про себя, Горди. Было бы замечательно, если бы завтра ты продекламировал это в присутствии всех этих изможденных девиц. Знаешь что, давай выучим эту оду до конца. Блестящая мысль, сказал доктор Крофт, подхватывая, очевидно, заранее заготовленное предложение. Я умираю от желания выслушать все стихотворение от начала до конца. Я никогда не слышал его полностью. Не отрывая глаз от вязания, миссис Фрэнд сказала. Марни, сходи принеси тот серый томик из комнаты Горди. Марни откинула назад блестящие черные волосы. Довольно долго как-то странно смотрела на меня, а потом быстро выбежала из салона. Вскоре она вернулась. Селена взяла у нее книгу и начала перелистывать страницы. «Очень некрасиво насмехаться над собственным отцом», сказала миссис Фрэнд. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Обещай мне, Горди, сохранить серьезность, когда будешь декламировать это стихотворение. Хорошо? Это очень важно, ведь будет присутствовать и мистер Моффит». Селена, наконец, нашла нужную страницу. «Осталось уже только две страфы, Горди», сказала она. Нейт поднялся с места и подошел к нам. Он встал за стулом Селены и с внешним безразличием положил ладони на ее обнаженные плечи. Миссис Фрэнд отложила в сторону вязание. Марни с сухим треском зажгла спичку. «Всеобщее внимание было так сконцентрировано на мне, что я почти ощущал его, как прикосновение пальцем к телу. Вся их субтильность куда-то улетучилась». Селена начала читать чуть сонным, мечтательным голосом. На лице миссис Фрэнд появилась легкая гримаса. «Ну нет, этого бы наверняка хватило, чтобы довести до пьянства самого Мохаммеда, верно? Опасаюсь, Горди, что твой отец был не лучшим последователем Суинберна», — улыбнулась она мне. «Ну, а теперь будь милым и повтори первую страфу. О, матери, оплакивайте!» Селена смотрела на меня прищуренными глазами. Нейт тоже глядел на меня. И Марни. «Итак, начнем, любимый!» Миссис Фрэнд начала взмахами руки отбивать в воздухе ритм. «О, матери, оплакивайте своих заблудших деток!» «Нет», — решительно сказал я. Рука Селены, которой она обнимала меня, внезапно стала твердой. Губы доктора Крофта неожиданно сжались, а миссис Фрэнд спросила. «Что нет, любимый?» «Я не собираюсь учить это проклятое стихотворение». Глаза Марни внезапно широко раскрылись. Миссис Фрэнд встала со стула и подошла ко мне. «Ну-ну, сынок, не будь таким упрямым. Я сама знаю, что это стихотворение идиотское. Знаю также, что тебе это неприятно. Но...» «Я прошу тебя!» Я покачал головой. «Но почему, любимый? Ради бога! Скажи, почему ты не хочешь?» Миссис Фрэнд была глубоко потрясена. Впервые ее улыбка стала искусственной и принужденной, так что каждый мог убедиться в том, насколько она неискренна. «Я чувствовал себя прекрасно». «Я не буду учить», — сказал я, «потому что я гражданин свободной страны, и никто не имеет права заставлять меня учить верши, которые вообще не должны были появляться на свет Божий». «Но, любимый, я ведь тебе говорила, это для мистера Моффета». «Чихать я хотел на мистера Моффета», — решительно сказал я, и помолчал минутку, чтобы насладиться вызванным впечатлением. «И вообще, зачем вы мне морочите голову? Ведь то, продекламирую я это стихотворение или нет, не может иметь ни малейшего значения. Ты сама так сказала, назвала это жестом очарования. Ну так вот, никакого жеста очарования не будет». Доктор Крофт с миной преданного друга сказал, «Горди, не упрямся. Для матери так важно, чтобы ты продекламировал это стихотворение, ведь это в самом деле мелочь». Я посмотрел на него. Я все же предпочитал иметь дело с мужчиной после всех этих бабьих нежностей. «Может быть, я бы и позволил себя уговорить, но только при одном условии», — сказал я. «При одном условии?» Лицо доктора озарило новая надежда. «При каком именно?» «При условии, что вы перестанете меня обманывать, и, наконец, скажете, почему для вас так ужасно важно, чтобы я продекламировал это стихотворение». «Перестанете обманывать?» Нейт резким тоном повторил эти слова. «Горди, мне показалось, что мы уже покончили с твоими подозрениями». Я полагал...» Миссис Фрэнд, которая все еще не могла прийти в себя после того, что услышала, открыла рот, чтобы что-то сказать, но ее неожиданно опередила Селена. «Хорошо, это ставит нас в зависимое положение», — сказала она и рассмеялась хрипловатым смехом. «Почему бы нам не сказать ему правду?» «Селена!» — крикнула Миссис Фрэнд. «Разве ты не видишь, как глупы мы были до сих пор? Ты отругала меня за то, что я солгала о бабушке». «Но это еще хуже. Горди не верит нам, ведь это ясно. Зачем же вводить его в заблуждение, если он не позволяет себя обманывать?» Она склонилась надо мной так, что ее пушистые волосы защекотали мне щеку. «Бедный Горди», — сказала она, — «наверняка ты считаешь нас дьяволами во плоти. Меня это вовсе не удивляет, но все это ужасно глупо, потому что правда так невинно. Я не вижу ни малейшей причины, почему бы тебе ее не узнать». «Я посмотрел на ее улыбающиеся губы. Они были так близко от моих губ. Я бы предпочел, чтобы она не была так красива». «Правда невинна?» — повторил я. «Конечно!» — Селена посмотрела на Миссис Фрэнд. «Давай я расскажу ему обо всем, мама». «Я тоже смотрел на Миссис Фрэнд. По ее чуть наморщенному лбу я догадался, что Селена что-то импровизирует, а ее свекровь беспокоится, что из этого выйдет. Наконец она лаконично сказала. «Делай, как знаешь, Селена». Селена прижалась ко мне еще крепче. «Горди, любимый, это стихотворение...» «Голос у нее был нежный и подозрительно слащавый». «Конечно, это стихотворение очень важно, и ты проявил большую сообразительность, догадавшись об этом. Мы не говорили тебе об этом потому...» «Ну, просто это была идея мамы. Видишь ли, все это имеет отношение к твоей склонности к выпивке». Мать это всегда ужасно огорчала. Потом наступила эта потеря памяти, и мама сказала, что раз уж ты все забыл, то, возможно, забудешь также об алкоголе. Она боялась, что если я скажу тебе правду о том, что должно быть завтра, об этом стихотворении, то ты вспомнишь о своей пагубной привычке и тем самым навсегда потеряешь шанс вылечиться. «Правда, так оно и было, мама», — обратилась она к миссис Френд. Миссис Френд явно была довольна. К этому времени она уже полностью овладела собой и даже продолжила вязать. «Да, это правда, Селена», — сказала она. «Горди, дорогой мальчик, я так радовалась и так надеялась, что ты больше не будешь пить». Нейт, очевидно, тоже чуть успокоившийся, посчитал необходимым вставить и свои медицинские сказочки. «У тебя большие шансы на это, Горди. Временная потеря памяти может привести даже к тому, что в ней сотрется склонность к алкоголю, пробудившаяся в результате неправильного образа жизни. Я посмотрел на Марни. Она была ключом к загадке. Однако ее лицо ничего не выражало. Она сидела скованно, равнодушно глядя на Селену. «Что ж, предположим, что это правда», — сказал я. «Вы обманывали меня, чтобы спасти от губительного воздействия алкоголя. Вы и вся эта лига чистоты, Аврора». «Дорогой Горди, дело вовсе не в лиге», — сказала миссис Френд, не отрывая глаз от вязания. «Никто из нас не против того, чтобы иногда выпить немного виски. Речь также не идет о том, чтобы читать мораль. Мы просто не хотим, чтобы ты наносил вред своему здоровью». «Весьма благодарен», — иронично ответил я. «А теперь прошу объяснить мне, какое отношение все это имеет к стихотворению». «Дело в том, что это ужасно глупо, любимый». Ладонь Селены нежно поглаживала короткие волосы у меня на затылке. А все это вместе привело к определенному условию в завещании отца. «Я посмотрел на миссис Френд. И именно с этой целью приезжает завтра мистер Петербридж», — спросил я, который вовсе не является членом Лиги Чистоты, верно? Миссис Френд слегка покраснела, однако ничего не ответила. «Да, любимый», — сказала Селена. «Именно поэтому приезжает мистер Петербридж, а точнее говоря, именно поэтому приезжают также мистер Моффет и вся Лига». «Чтобы услышать, как я декламирую Оду Авроре». «Вот именно», — ответила Селена. «И еще по нескольким причинам. Ох, все это так глупо, что лучше покончить с этим как можно быстрее. У твоего уважаемого отца был пунктик на почве алкоголя, понимаешь, Горди? А ты пил, понимаешь? Отец обязательно хотел отучить тебя, понимаешь? Ну и поставил в завещание это условие. Состояние после его смерти переходит к тебе как к единственному сыну, это понятно. Но ты получишь его только в том случае, если на тридцатый день после смерти отца будешь абсолютно трезвым. Настолько трезв, что сумеешь продекламировать Оду Авроре в присутствии всех членов Лиги, а потом подпишешь обязательство быть абстинентом. Мистер Петербридж проезжает как поверенный отца в этом деле. Если он посчитает тебя образцовым сыном и мужем, ведущим спокойную домашнюю жизнь, если ты продекламируешь стихотворение, а потом подпишешь обязательство быть абстинентом, наследство будет твоим. Таким способом отец решил отучить тебя от пьянства. Она поцеловала меня в ухо. Вот видишь, котик, вот и вся страшная правда, которую мы так старательно от тебя скрывали. Я внимательно посмотрел на нее. Трудно было выглядеть более невинно. А если завтра я не буду трезв и не прочту наизусть стихотворение, а также не подпишу обязательство воздерживаться от алкоголя, что тогда? Она пожала плечами. Ну что ж, тогда ты будешь беден, как церковная мышь. Все наличные деньги, вся недвижимость и прочее перейдут в собственность Лиги, чтобы у нее были средства для облагораживания всеюжной Калифорнии. Глаза всех присутствующих были устремлены на меня. Первая подала голос миссис Френд. «Теперь ты видишь, любимый, как ужасно, ужасно важно для тебя самого выучить это стихотворение». «Конечно», — сказал я. «Но почему это так важно также для вас всех? Просто из бескорыстной любви ко мне». «Конечно, любимый», — сказала миссис Френд. «Если ты продекламируешь стихотворение, ты получишь наследство. Станешь фантастически богат. А если ты этого не сделаешь, будешь нищим. Я не хочу, чтобы мой сын был нищим». Я посмотрел на Марни. Мне показалось, что она едва заметно кивнула. «Но независимо от того, что произойдет со мной, ваши доли не пропадут? Я имею в виду часть наследства, которое должна достаться тебе и Марни». «Конечно, нет», — ответила миссис Френд. Марни внезапно встала. Она стояла выпрямившись, молодая, полная странного напряжения. Ее силуэт резко вырисовывался на фоне темнеющего пейзажа. «Не верь ей», — коротко сказала она. Миссис Френд бросила на нее испуганный взгляд. Марни смотрела на всех с презрением и вызовом. «Боже мой, раз уж вы начали, имейте смелость сказать ему всю правду. Чего вы, собственно, добиваетесь? Или вы обманываете просто для удовольствия?» Я улыбнулся ей. Наконец, мой союзник поднял забралу. «Другими словами», — сказал я, — «все вы также непосредственно заинтересованы в этом». «Конечно, мы заинтересованы», — с вызовом сказала Марни. «Марни!» Марни откинула назад черные блестящие волосы, совершенно игнорируя резкий тон матери. «Меня тошнит от ваших постоянных уверток. Хочешь, чтобы я рассказала обо всем вместо тебя?» Горди пил, Селена была не в состоянии отучить его от этого, и мама тоже, не говоря уже обо мне. Отец считал, что все мы несем ответственность за это, и утверждал, что мы недостаточно энергично боремся с дьяволом. Поэтому все мы едем в одной тележке. Отец считал, что наша обязанность — отучить Горди от пагубной привычки, и прекрасно обусловил это в завещании. «Ни ты, мама, ни я, ни Селена не получим ни цента, если Горди не выдержит экзамен перед лигой чистоты». Она резко повернулась в мою сторону. «Вот и вся эта замечательная история, на сей раз правдивая, уверяю тебя». Она села на диванчик и потянула под себя ноги. «Слава Богу, я выбросила это из себя», — закончила она. «А теперь я уже не в состоянии сказать ни слова». Я ожидал, что миссис Фрэнд взорвется. Однако ничего подобного не случилось. Она только слегка пожала плечами и сказала. «Марни права, Горди. Думаю, что во мне просто говорит мать. Я всегда вижу тебя маленьким мальчиком в коротких штанишках, который, облизываясь, посматривает на стол со сластями». «Конечно, теперь ты взрослый человек и отвечаешь за свои поступки. Было бы даже оскорбительно продолжать скрывать от тебя правду». «Так значит, вы уже больше ничего от меня не скрываете». Я почувствовал такое огромное облегчение, что мне даже захотелось смеяться. Конечно, они продолжают меня обманывать. Но причина, по которой они это делали, казалась мне теперь невероятно глупой, даже смешной. А я подозревал их в таких ужасных поступках, внушил себе, что попался в когти изощренной банды убийц, которая собирается взвалить на меня тяжесть своих преступлений. А тем временем вся эта тайна заключается попросту в том, в этом. Марни со своей девичьей импульсивностью сильно преувеличила, называя их дьяволами. Это просто горстка обычных людей, которые оказались в затруднительном положении. Миссис Фрэнд, не отрываясь, смотрела на меня. — Так значит, ты сделаешь это, любимый, правда? Не только ради нас, но прежде всего ради самого себя. Мне была смешна теперь мысль, что я мог когда-то считать ее кем-то другим, а не просто порядочной милой пожилой дамой в затруднительном финансовом положении. — Ради меня самого? — спросил я. — Конечно, любимый. — Может быть, ты хотела сказать ради Горди Фрэнда? Миссис Фрэнд окаменела. Селена и Нейт обменялись взглядами. Все это было чересчур очевидно. — Но Горди, любимый, — начала миссис Фрэнд. — Не стоит продолжать запутываться во лжи, — сказал я. — Мне бы хотелось знать, где Горди. Может быть, он снова совершает какую-нибудь пьяную эскападу? — Или штучку, как вы это называете? — Думаю, что да. Как это гадко с его стороны. Все счастье Фрэндов висит на волоске, а он шатается где-то или сидит в баре и пьет. — Вот уж не до шуток, старина! — с горечью прервал меня доктор Крофт. — Ты так полагаешь? — А мне это кажется безумно смешным, — рассмеялся я ему в лицо. — Наверняка ты нашел меня в своей больнице. Это ведь ты доставил товар, верно? Субъект с потерей памяти прекрасно сыграет роль Горди Фрэнда, продекламирует перед мистером Моффетом Оду Аврори и тем самым спасет состояние Фрэндов. Миссис Фрэнд встала. Она была белой, как бумага. Селена соскользнула с подлокотника кресла. Они встали по сторонам от доктора Крофта и молча смотрели на меня. Было время, когда эти две женщины, стоящие рядом и глядящие на меня, казались мне страшными, как две парки. Но теперь они уже не пробуждали во мне страха. — И что же теперь? — спросил я. — Будем продолжать играть в угадайку или сыграем в открытую? Марни внезапно громко рассмеялась. Она вскочила с диванчика и с энтузиазмом поцеловала меня в щеку. — Наконец-то ты решился на это! — воскликнула она. — Я с самого начала чувствовала, что ты победишь. — Другими словами, ты признаешь, что я не Горди Фрэнд? — Конечно, ты не Горди Фрэнд! — воскликнула Марни. — До того, как Нейт привез тебя сюда из больницы, никто из нас никогда не видел тебя. Глава четырнадцатая Миссис Фрэнд резко схватила Марни за руку и оттащила от меня. Они несколько секунд стояли друг против друга, вдохновитель заговора и Иуда, который его выдал. Я был убежден, что в этом взрыве антагонизма они совершенно забыли обо мне. Я тоже не думал о них. Я был поглощен в нов возникшей ситуации. Им обязательно был нужен Горди, чтобы спасти состояние, но они нигде не могли найти его. Поэтому решили выдать кого-нибудь за него. Но ничего проще. Узнав об условии завещания, я перестал подозревать Фрэндов в более мрачных намерениях. Им требовались исключительно деньги, достаточный мотив. Зачем же мне упрямо оставаться при своих подозрениях, подтверждения которых у меня никогда не было никаких доказательств? Молчание длилось так долго и было таким напряженным, что не могло не дойти до моего сознания. Нейт взял Селену за руку. С легким беспокойством я констатировал, что она не сделала ни малейшей попытки освободиться. Оба очень внимательно смотрели на миссис Фрэнд и Марни, словно от результата этой стычки зависело все их будущее. Когда, наконец, миссис Фрэнд заговорила, ее голос звучал ласково, но это было лишь поверхностное впечатление. «Мы так измучились», — тихо сказала она. «Нам пришлось преодолеть столько препятствий, столько трудностей. Зачем ты все испортила? Зачем ты это сделала, Марни?» «Что я такого сделала?» — с вызовом спросила девушка. «Сказала ему правду? Я считаю, что он должен ее знать». Миссис Фрэнд пожала плечами. «Ты могла бы, по крайней мере, предоставить решение кому-нибудь более ответственному», — сказала она. «И кто же этот более ответственный? Может быть, ты, мама?» Марни рассмеялась. «Прекрасная работа! Фантастическая сеть лжи, в которой все мы запутались. Он очень умен, а ты и Нейт считали его законченным дураком. Он подозревал, что не является Горди Фрэндом, уже через пять минут после того, как пришел в сознание». Миссис Фрэнд, сделав огромное усилие, сумела улыбнуться. «Уже поздно для упреков, мое дитя. Что случилось, то случилось». Остатки своей жалкой улыбки она адресовала мне. «Ты должен поверить мне, что все это мы делали из лучших побуждений. Мы хотели, чтобы было как можно лучше». «Как можно лучше? Для кого?» — снова взорвалась Марни. Нейт Крофт подошел к ней. Под внешним спокойствием чувствовала сдерживаемая ярость. «Хорошо, Марни, ты добилась, чего хотела. Сыграла свою большую роль на сцене. Теперь предоставь уладить остальное тем, кто лучше понимает серьезность положения». «Серьезность положения». Марни в ярости повернулась в его сторону. «Может быть, вся эта серьезность должна заключаться в том, что семейство Фрэндов хитроумно получит наследство отца, а ручки доктора Крофта останутся чистенькими?» «Прекрати, Марни!» «Прекрати, прекрати!» — с гримасой передразнила его Марни. «Для врача у тебя слишком своеобразное понятие о том, что является серьезным. Неужели ты считаешь, что вы порядочно обращались с этим человеком? Он потерял память. Бедняга не имеет понятия, кто он, а мы стараемся внушить ему, что он кто-то совсем другой. Он нас раскусил. Он не может ничего сделать. С рукой и ногой в гипсе он полностью зависит от нашего к нему расположения. Мы над ним издеваемся». «Да, я не боюсь этого слова. Издеваемся». «А ты говоришь, что я не отдаю себе отчетов серьезности положения?» «Ты так постыдно относишься к одному из своих пациентов исключительно потому, что страстно желаешь Селену». Нейт покраснел еще больше. Селена, которая единственная из всей компании, была спокойна и даже весела, как обычно, громко рассмеялась и сказала. «Марни, любимая, хотя бы разок вычеркни из своего лексикона слово «страстно желать». «Хорошо, если ты вычеркнешь их из своей жизни». Марни повернулась ко мне и несмело протянула руку. «Я не могла больше смотреть на то, что они вытворяют с тобой. Я давно уже хотела сказать тебе правду, но не могла на это решиться, пока оно как-то само собой не получилось. Так как сейчас, при всех...» «Эта странная любовь к правде возникла в тебе довольно поздно, Марни», — ледяным тоном заметила миссис Фрэнд. «Я не имею ни малейшего намерения отрицать свою вину перед ним». Марни по-прежнему смотрела на меня блестящими глазами. «Я так же виновата, как они, не меньше. Мы все замешаны в этом. Но, умоляю тебя, не считай меня такой же тряпкой, как их». Селена снова рассмеялась. «Я уже поняла», — сказала она. «Наша маленькая Марни почувствовала, как обычно, слабость к подвергаемым пыткам жертве в инвалидной коляске. Она улыбнулась мне. «Будь осторожен, любимый, ведь это уже не твоя сестра». «Заткнись», — взорвалась Марни. «Ох, действительно!» Снова слова страстно желать вкрались в наш разговор. Я мысленно сравнивал двух этих женщин. Марни, рискующую ради меня потерей всего состояния и ссорящуюся с семьей. И Селену, которая с самого начала со спокойным цинизмом и без малейшего угрозения совести, использовала меня как орудие для достижения своих грязных целей. Но почему же в таком случае вид Селены заставил мое сердце биться сильнее?» Марни устремила на меня взгляд своих больших темных глаз и спросила «Скажи, ты очень ненавидишь меня?» Я улыбнулся ей. «Да нет же, напротив. После того, что я подозревал, я мог бы теперь перецеловать всех вас, включая Нейта. Но сейчас мне бы хотелось узнать немного фактов». «Что же тут еще говорить? Ты наверняка должен был сам обо всем догадаться». Марни с вызовом посмотрела на доктора Крофта. «А ты думай только о своем дипломе, Нейт». Потом она снова обратилась ко мне. В тот вечер, когда умер отец, Горди снова отправился пьянствовать. Ты не знаешь, Горди, но это было в его стиле. Он пил целый день без перерыва. Я была последней, кто видел его в тот вечер. Он прошел мимо меня в холе и сказал, что сыт по горло всей нашей семейкой и что уезжает в Лос-Анджелес. Я видела, как он уезжал. Я не остановила его, потому что не понимала, что отец умирает, и кроме того, никто из нас не знал об этом условии в завещании. Конечно, потом, когда завещание огласили, Горди стал главным фигурой драмы. Мы перетряхнули весь Лос-Анджелес в поисках его. Мать даже послала за ним детективов. И что же, вы не нашли его? Селена с сожалением пожала плечами. Нет, вероятно, он сейчас в Мексике. Пьяные эскапады Горди заканчиваются, как правило, в постели какой-нибудь мексиканской сеньориты. С этим ничего нельзя поделать. Когда он протрезвеет и решит, что уже пора вернуться, тогда он возвратится. Миссис Френд опустилась на стул. Она смирилась и устала. Теперь она казалась мне почти старухой. Только Нейт держался в сторонке, враждебный и бдительный. Значит, вы остались без Горди, от которого все зависело. И вы боялись, что благородная Лига Чистоты уведет у вас из-под носа все состояние. И тогда Нейт нашел меня. Как это произошло? Нейт беспокойно пошевелился, а Марни объяснила. «В своей больнице. Тебя принесли туда без сознания. Какие-то люди нашли тебя, лежащего у шоссе в Сан-Диего. Наверное, тебя сбил какой-то дорожный пират. Потом, когда тебе уже сделали операцию и наложили гипс, Нейт установил у тебя потери памяти. Именно это и натолкнуло его на гениальную мысль». Вселенная встала с диванчика и слегка, отодвинув Марни, присела у моих ног. Мы тогда пришли в отчаяние. До собрания Лиги оставалось меньше недели, и ни следа Горди. Тут Нейт сказал мне о тебе. «Ты просто свалился с неба к нам. Мы с Горди жили здесь всего несколько недель. Причем большую часть этого времени Горди находился в невменяемом состоянии. Ни мистер Моффетт, ни мистер Петербридж никогда его не видели, а после смерти отца мы рассчитали всю прислугу. Не осталось никого из тех, кто знал Горди, за исключением Йена. А Йен ведь не в счет». Она улыбнулась мне. «Любимый, люди благороднее и лучше нас тоже подались бы искушению. Достаточно было привезти тебя из больницы, положить в кровать и внушить, что ты наш заблудший Горди. И если бы ты выдержал этот экзамен перед господами из Авроры и мистером Петербриджем, дело было бы сделано. Даже то, что у тебя сломана именно правая рука, очень упрощала ситуацию», — вздохнула миссис Френд. «Подпись». «Подпись, сделанная левой рукой на обязательстве быть абстинентом, не вызвала бы никаких подозрений». Она нетерпеливо откинула с лба непокорную прядь волос. «Так или иначе, с нашей стороны это был героический поступок. Ты должен беспристрастно признать, что мы были очень гостеприимны и прилагали все старания, чтобы ты чувствовал себя в нашем доме как можно лучше». Я заметил, что постепенно мое настроение радикально изменяется. Первую минуту после взрыва Марни я был бедной жертвой, счастливо спасшейся от превратности судьбы. Теперь почти незаметно мы все возвращались в типичную семейную атмосферу Френдов. Марни как бы отодвинули в тень. Миссис Френд улыбалась мне так, словно я был по меньшей мере соучастник их заговора. Рука Селены как бы случайно нашла мою руку. Теплое пожатие ее ладони нисколько не утратило своего очарования. Возможно, даже напротив, сейчас, когда я уже не считал ее врагом. «Все это прекрасно», — сказал я. «Но, пожалуйста, объясните мне, что должно было быть дальше? Что вы собирались сделать после того, как получили бы с моей помощью наследство? И тут явился бы настоящий Горди. Ведь если бы мистер Моффетт и мистер Петербридж увидели настоящего Горди, весь этот отлично спланированный заговор был бы раскрыт. «Но они никогда в жизни не увидят настоящего Горди, любимый». Миссис Френд так ловко вставила слово «любимый», что я почти этого не заметил. «Мы собираемся продать дом и сразу после этого уехать из Калифорнии. Никто из нас не испытывает особой привязанности к ней». «А что будет со мной?» «Этого мы еще окончательно не решили». Уголки губ миссис Френд опустились в чуточку жалостливой улыбки. «Мы должны были подождать и увидеть, как ты поведешь себя, когда узнаешь правду. Мы обязательно взяли бы на себя оплату твоего лечения в больнице. И если бы оказалось, что тебе требуются деньги...» Она осеклась, но тут же закончила. «Не делай такого обиженного лица. Мы ведь не знали тебя. Однако, если бы ты захотел принять вознаграждение за оказанную тобой услугу, мы были готовы уплатить солидную сумму. «А если бы я захотел шантажировать вас? Ведь я держал бы вас в руках до конца жизни. Неужели вы не рассматривали такую возможность?» «Ну что ж, это был риск, на который нам пришлось бы пойти. Что бы там ни было, лучше иметь состояние и подвергаться шантажам». «Чем не иметь его и не подвергаться шантажу». И потом миссис Френд взяла в руки вязание. «Мы были готовы даже к шантажу. До того, как Нейт нашел тебя, мы думали о том, чтобы просто нанять какого-нибудь человека без особых принципов и сыграть с ним в открытую. И такой человек наверняка бы шантажировал нас. Однако, если говорить о тебе, — улыбнулась она, — не думаю, что может существовать подобное опасение, верно?» «Конечно, здесь нет ни малейших сомнений, мама, — сказала Селена, — ведь это порядочный человек». Миссис Френд с невозмутимым спокойствием манипулировала спицами. «Все мы здесь, — сказала она, — представляем собой банду уголовников и должны очень стыдиться. Но мне вовсе не стыдно, абсолютно. Завещание твоего отца, то есть моего мужа, в высшей степени оскорбительно и нечестно. Ты сам, очевидно, должен это признать. «У нас все права на это состояние, а мысль о том, что она может достаться Лиге Чистоты...» Она вздрогнула. «Да ты подожди до завтра, сам убедишься. Мистер Моффет как наследник нескольких миллионов долларов. Нет уж, извините. При самой мысли о чем-нибудь подобном у меня мороз идет по коже». Воцарилось молчание. Марни, свернувшись в клубочек на диванчике, иронически смотрела на Селену, по-прежнему державшую меня за руку. Доктор Крофт явно чувствовал себя не в своей тарелке. Все понимали, что миссис Френт удалось произвести нужный эффект, и теперь его нужно только поддержать. Вскоре взгляд миссис Френт устремился на меня. «Теперь ты уже знаешь всю правду. Марни была права. Нам следовало давно покончить с этим маскарадом. В самом деле, чего нам стоило скрывать все это от тебя?» Я уволила эту пьянчушку Нэти, так как боялась, что она дает пищу твоим подозрениям. Селена придумала фигуру мифического кузена. Как, кстати, его звали? Уже и не помню. Чтобы как-то объяснить исчезновение фотографии Гордия. «Бедняжку Питера мы временно отдали ветеринару. Ну и, наконец, проблема с бабушкой. Знаешь, что бедняжка уже очень старенькая, и с головой у нее не все в порядке. Поэтому мы решили не посвящать ее во все, а сказали ей только, что Гордия вернулся, и собрались держать ее в комнате, пока все не прояснится. Однако ночью она украдкой выскользнула из своей комнаты и неожиданно появилась у тебя, чем доставила нам неописуемые хлопоты. Селена поступила необдуманно, утаивая от тебя ее существование. Но она боялась, что ты захочешь ее увидеть, а она все разболтает. Она вздохнула. «Оказалось, однако, что мы недооценили бабушку», — продолжила она. Нужно было посвятить ее в заговор с самого начала. «Сегодня утром, когда я сообразила, что ты непременно захочешь с ней встретиться, я все ей объяснила. Она пришла в восторг, слету все поняла и пришла в восхищение при мысли, как она будет прикидываться, будто считает тебя настоящим гордим. У бабушки всегда было меньше комплексов, чем у кого-либо из нас», — добавила она, пожимая плечами. Она немного помолчала, глядя в окно на погружающийся в сумерки ландшафт. «И знаешь, что я тебе скажу?» — неожиданно произнесла она. «Что это прекрасное чувство и невыразимое облегчение, когда не нужно уже лгать и можно говорить правду, всю правду. Может быть, потому, что я привык не доверять словам миссис Фрэнд, в ее выражении всю правду я почувствовал легкий перебор. Прежние подозрения еще не совсем угасли во мне. Все, что я услышал, было вполне правдоподобно. Но ведь и все другие фантастические истории, которыми меня до сих пор подчевали, тоже казались мне возможными. «Неужели это еще один блеф?» «Да», — сказала как бы про себя миссис Фрэнд, «это большое наслаждение говорить правду, особенно для кого-то такого, как я, кто не является прирожденным лгуном». Она посмотрела на меня из-под ресниц. «Даже теперь, когда говоря правду, мы теряем все шансы получить наследство, которое, как по-прежнему, я считаю, принадлежит нам по праву». Мои подозрения внезапно развеялись. Я понял, к чему клонит миссис Фрэнд. Да, конечно, она продолжала играть, но ее цели были более непосредственны и не так мрачны, как я себе это воображал. При всем своем замечательном таланте делать хорошую мину при плохой игре, она еще не утратила надежду, что на меня стоит делать ставку. Она усиленно старалась смягчить мое сердце своей беззащитностью и очарованием. Невероятно тактично она давала мне понять, что по окончании дела я могу рассчитывать на солидный куш. И теперь она ждала, что я скажу. «Можете не беспокоиться о завтрашнем дне. Вы очаровали меня до такой степени, что я не позволю Лиге Чистоты увести состояние у вас из-под носа». Однако я молчал, поэтому она сказала с легкой гримасой. «Ну, а теперь, когда тебе уже все о нас известно, ты считаешь нас очень подлыми». «Да, котик», — чарующе улыбнулась мне Селена. «Ты, наверное, ужасно сердишься». «Мне казалось, что я должен сердиться. Что бы там ни было, даже если завещание мистера Френда было обидным, они ведь все были готовы приступить закон, используя меня для этой цели как невинную жертву. В глубине души, однако, я не очень сердился. Несмотря на то, что поведение обеих, миссис Френд и Селены, имело мало общего с этикой, я относился к ним с явной сентиментальностью». «Нет, я не сержусь», — сказал я. «Может, я сам преступник?» «Но больше всего меня интересует во всем этом одно. Я не гордий Френд. Кто же я в таком случае?» Я почувствовал какое-то чисто личное волнение, не имеющее ничего общего с семейством Френдов. Питер, Сан-Диего, пропеллеры, Ирис. Все эти терзающие меня туманные образы снова возникли у меня в голове. «Через минуту я снова смогу стать человеком, имеющим собственное имя, собственную жизнь». Миссис Френд отложила вязание. У нее было выражение искренней озабоченности на лице. «Мне очень жаль, любимый», — сказала она. «Боюсь, что именно этого мы не можем тебе сказать». «Не можете сказать, почему». «Потому что, видишь ли, мы сами не знаем». Я повернулся к Марни, которая по-прежнему сидела, свернувшись клубочком на диванчике. В минуты волнения и беспокойства я всегда почему-то обращался к ней. «Она говорит правду?» — спросил я. Марни кивнула головой. «Да, это правда», — тихо сказала она. «Мы не знаем. Никто из нас этого не знает, даже Нейт. Мы не имеем ни малейшего понятия, кто ты». Глава пятнадцатая «Я почувствовал себя как узник, которого уже вот-вот должны выпустить на свободу, но неожиданно захлопывают дверь у него перед носом». «Но ведь кто-то должен». «К сожалению, это так», — сказал доктор Крофт, который до сих пор не принимал участия в разговоре. «Когда тебя привезли в больницу, при тебе не нашли ничего, буквально ничего, что позволило бы установить твою личность. Ни бумажника, никаких либо документов, ничего, кроме одежды, которая производила впечатление совершенно новой, без меток прачечной». Он слабо улыбнулся. «Ты должен признать, что я взял на себя огромный риск, одалживая тебя в такой ситуации, миссис и мисс Френд, я бы никогда не отважился на что-то подобное, если бы у тебя было имя и в любую минуту тебя могла опознать семья». «А те люди, которые привезли меня в больницу?» «Марни уже сказала тебе». «Это мотоциклисты, которые обнаружили тебя лежащим у автострады, совершенно без сознания». «Марни подозревала, что ты стал жертвой неосторожного водителя, который потом сбежал». «Но мне кажется, что это грабеж. Возможно, ты взял кого-то по пути в автомобиль, и этот кто-то таким способом отблагодарил тебя. Он ударил тебя, ограбил, а потом сбежал на твоем автомобиле. Это подтверждало бы мои подозрения, что рана на голове от удара кастетом». Миссис Фрэнд снова приветливо улыбнулась мне. «Не терзайся, не ломай себе голову, любимый, пытаясь вспомнить, что могло произойти. Я уверена, что раньше или позже к тебе полностью вернется память, а тем временем ты можешь чувствовать себя среди нас, как в семье». «Да, да, котик», — поддакнула Селена, потершись атласной щекой о тыльную сторону моей ладони. «Мы все просто обожаем тебя. Уверяю, что говорю правду, мы усыновим тебя». «Если бы я злился, то мог бы сказать, что поскольку они меня похитили, в их обязанности входило обеспечить мне, по крайней мере, крышу над головой и нормальное питание до тех пор, пока я не буду знать, куда мне идти. Однако я не был в таком настроении. Человек без имени и без прошлого ужасно одинок. А Фрэнды были единственными людьми, которых я знал, поэтому я невольно льнул к ним. «Ясно», — сказал Нейт, «что в соответствующее время мы сделаем все, что будет в наших силах, чтобы разыскать твою семью». «Вынужден, с сожалению, признаться», — он говорил немножечко озабоченно, «что во время этого, этого маскарада, я приложил все силы, чтобы еще больше заглушить твою память. Теперь, конечно, это изменится. Торжественно даю тебе мое честное слово, что все мои знания в области неврологии и психиатрии в твоем полном распоряжении». «Бескорыстно?» — иронически спросил я. Доктор Крофт пришел в еще большее замешательство. «Я не могу упрекать тебя за твое отношение ко мне, старина», — сказал он. «Как врач я поступил нечестно, сам в этом признаюсь. В свое оправдание могу сказать только то, что я уверен, что твоему здоровью не был нанесен вред». «С другой стороны, это был единственный способ сохранить для семьи Френдов, с которыми я дружу, состояние, поставленное под угрозу злобным завещанием». Нейту удалось так же ловко, как и миссис Френд, найти оправдание своему поведению. Своей гладкой и хитроумной речи он доказал, что его скандально неэтичный поступок как врача по отношению ко мне был рыцарским жестом в отношении беззащитных женщин. «Теперь возникает проблема», — продолжил доктор Крофт, держа руки в карманах и раскачиваясь взад-вперед, что, впрочем, входило в его привычку. «Раз уж ты все знаешь, то что ты об этом думаешь? Я имею в виду, естественно, завещание». Его глаза были устремлены на меня. Миссис Френд прекратила вязать. Селена убрала мою руку с лица, чтобы иметь возможность видеть меня. Даже Марни беспокойно шевельнулась на диванчике. «Вы хотите знать мое мнение об условии, помещенном мистером Френдом в завещании?» «Лично мне интересно, как бы ты повел себя, если бы был на месте, например, миссис Френд, Селены, Марни или хотя бы даже на моем месте», — объяснил доктор Крофт. «Я посмотрел на Селену, которую Нейт так явно страстно желал и которая меня тоже едва не поймала в капкан». Я размышлял о зрелой красоте миссис Френд и девичьем очаровании Марни. В конце концов я сказал то, что действительно было правдой. «На твоем месте, Нейт, я поступил бы, вероятно, точно так же, особенно если вся эта лига действительно такая лавочка, как вы говорите». «Ах, уверяю тебя, это так и есть», — быстро вставила миссис Френд. «В таком случае...» — Нейт внимательно изучал свои ухоженные ногти. Этот жест, внешне безразличный, на самом деле свидетельствовал о большом напряжении. «В таком случае...» — «Может быть, после всего этого ты бы согласился...» Он и не закончил фразу. «Да, в общем-то, в этом не было необходимости. Не подлежало ни малейшему сомнению, куда он клонит». «Мы гарантируем тебе», — спокойно вмешалась миссис Френд, «что в связи с этим у тебя никогда не возникнет ни малейших хлопот. Даже если все раскроется, мы всю вину возьмем на себя. Мы присягнем, что ты пациент из больницы Нейта, страдающий потерей памяти, которому мы внушили, что он Горди Френд. Ты всего лишь невинная жертва. То же самое относится и к Нейту. Мы готовы присягнуть, что он никогда в жизни не видел Горди и искренне нам поверил, когда мы забрали тебя из больницы, как Горди Френда. «В худшем случае...» — дополнил доктор Крофт. «Это будет только техническое нарушение закона. Если бы ты знал, сколько лет семья страдала от тирании старого мистера Френда, ты бы понял, что они имеют абсолютное моральное право на состояние». Вселенная вскочила на ноги и, не выпуская моей руки, склонилась надо мной с доверительной улыбкой. «Да, сделай это, любимый, умоляю тебя. Кому какое дело до того, морально это или нет? Подумай, какое наслаждение иметь много денег, и как ужасно их не иметь. Ты только представь себе маму, продающую гамбургеры или барни в качестве горничной в гостинице с подозрительной репутацией. Или меня. О боже, но на что я могу сгодиться? Разве только пойти на панель?» Она немного подумала и добавила мечтательным голосом. «Кто знает, а может, это было бы не так уж и неприятным». Она посмотрела через плечо на миссис Френд. «Мама, как тебе кажется, разве это не забавно? Конечно, при условии, что эта панель будет на роскошной улице». «Не мели глупостей, Селена», — призвала ее к порядку миссис Френд, после чего перенесла взгляд на меня. «Ну так как, любимый?» «Возможно, потеря памяти сопровождается потерей чувства этики. А возможно, это очарование Селены, которое уже меня не обманывало, а муж у нее был горьким пьяницей, бросивший ее именно в тот момент, когда он мог что-то для нее сделать. В любом случае, я точно знал, что скажу, и я сказал. «Я сделаю для вас то, чего вы от меня ожидаете, при условии, что вы возьмете на себя все возможные, связанные с этим, хлопоты, а потом поможете мне установить мою личность». «Ну, конечно же, поможем», — просияв, воскликнула миссис Френд. «Любимый, любимый мальчик, мы обязательно поможем тебе». «Ты ангел, я всегда говорила, что ты ангел, как хорошая гадалка», — сказала Селена, нежно водя пальчиком по моей щеке. Теперь, когда кризис был позади, Найт снова превратился в ревнивого самца. На его смуглых щеках вспыхнул румянец. «Селена, прекрати его соблазнять», — неожиданно закричал он. «Почему, любимый? Он так поддается соблазну». Селена подошла к доктору Крофту и равнодушно коснулась губами его щеки. «Но и тебе вы тоже очень благодарны, Найт, поверь мне, ты просто прелесть». Миссис Френд пересела на диванчик Марни, жала ее ладони и сказала. «Доченька, любимая, не злись на меня за то, что я была так неласкова и нехороша с тобой. Но, оказывается, именно ты была права. Он согласился на это только потому, что ты честнее меня и Селены». «Хорошо, уже все хорошо, мама». Марни нетерпеливо вырвала руку из ладони миссис Френд. «Мы добились, чего хотели. Теперь нет причины плакать». Миссис Френд вздохнула. «Господи, какой у меня упрямый ребенок», — сказала она. Встала с диванчика и, направившись в мою сторону, подняла с пола серый томик стихов мистера Френда. Вернулась на прежнее место и, найдя то, что искала, довольно хмыкнула. «Ах, насколько сейчас приятнее, когда все мы верим друг другу, все так хорошо понимаем друг друга». Она разгладила страницы открытой книги. «А теперь, любимый, ты должен действительно хорошо выучить это стихотворение. Наизусть. Мистер Моффет наверняка в эту минуту молится на коленях, чтобы ты запнулся или чтобы на тебя напала икотка. Одним словом, чтобы ты сделал нечто такое, что явно будет свидетельствовать о том, что ты пьян, а это выведет тебя из игры». Она подняла глаза над книжкой. «Найт, Селена, садитесь, мои дорогие. Меня раздражает, когда вы торчите возле меня». Селена и Нейт сели на диванчик. Миссис Френд тем временем говорила тихо, словно про себя. «Сейчас увидим. Еще только две страфы. Одна — это та, которую мы уже читали. Прочтем теперь последнюю». Она склонилась над книжкой, но придя к выводу, что шрифт слишком мелок, огляделась в поисках очков. Засунула руку в свою объемистую сумочку, и через секунду на кончике ее носа уже были большие очки в металлической оправе. «Ага, вот здесь». Она начала читать с пафосом, отбивая ритм ударами ладони. Через минуту отложила книгу в сторону и посмотрела на нас поверх очков. «Ваш бедный отец», — сказала она. «Не говорите никому, но я выдам тайну». На нашей свадьбе он выпил полную рюмку кизиловой настойки. Она вновь была хорошо знакомой мне очаровательной миссис Френд. Силой своего «я» она сумела превратить нас в невинную теплую семейную компанию, собравшуюся в салоне после хорошего обеда. Никто, глядящий со стороны, не догадался бы, что имеет дело с пятью способными на все субъектами, организующими в настоящее время преступный заговор. Внезапно мне пришло в голову, что если Френды умеют проигрывать с хорошей миной, то, возможно, они еще более искусственные актеры, чем я поначалу думал. А если я снова позволил себя обмануть? Если они сказали мне только часть правды, и эта маленькая комедия, которую предстояло разыграть перед мистером Моффетом, являлась только прологом к... чему-то другому. Не было никаких оснований так думать, абсолютно никаких, однако волосы у меня на голове зашевелились. «Ну как, любимый, ты готов?» Миссис Френд одарила меня своей ласковой материнской улыбкой. Потом снова подняла ладонь и начала отбивать ею такт в воздухе, возможно, даже чересчур ритмично. Продолжение следует... Продолжение следует...